Всем привет! Вы на канале Домашние Питомцы, с вами я, Света, и у меня тут Мэнни общается с Кай, и, ребят, у нас произошло ЧП. Смотрите, вы это видите, да? Вот это ЧП! Я сегодня с утра обнаружила, что у Мэнни залысина! Залысина на голове! Вы это видите? И там на голове Мэнни, господи, неугомонный, пытается пробраться Кай. И там на голове какое-то темное пятнышко как будто появилось, не фокусируется, потому что Мэнни бегает, и он пытается пробраться к Кае. Мэнни, ты не проберешься к Кае, я не открою контейнер. Да не открою я контейнер. Возможно, он чувствует там еду, ведь там же лежит листик салата и морковкой, и... А, тут смотрите, как чё! Нет, Мэнни, нет, вот так, всё. Беги, побегай. Иди побегай, да отстань ты, господи. Так, и это что такое? Ты не распушился или нет? Ты чё у меня распушился, Мэнни? Это что такое? В смысле ты распушился? Ты даже не вздумай пушиться, ты чего? Всё, нефиг пушиться. Не пушись! Не пушись, Кае, я тебя не пущу. В общем, мы не знаем, чё это за залысина у нас была. Мэнни чё-то у нас немножко встревоженный. Странно, он обычно так не реагирует. Я его... Бывало, что я его туда пускала, но он так не реагирует. Он на камеру чё-то начал с ума сходить. Мэнни, ты чё это вдруг, а? Моська, чё это ты вдруг, а? Чё это такое? Это чё это? Ой, разыгрался. В общем, мы решили его обработать барсом. Это противопаразитный препарат. И весной, если у него это всё дело не пройдёт, повезти к ротологу. Ребят, сейчас я боюсь его везти к ротологу. Почему? Потому что холодно. У нас в Саратове очень холодные зимы. Минусовые температуры. И я переживаю, что он может простудиться. Я этого очень не хочу. Вот видите, залысина, да? И вон там тёмное пятнышко. И это вот меня, конечно, напрягло. Я его обработала вот таким вот препаратом. Сейчас я вам его попробую достать. Нет, Мэнни, этого нельзя. Вот таким вот препаратом. Это у нас спрей барсом от блох, эксодовых и частоточных клещей, волосоедов, шей. Для грызунов и хорьков. Мы таким препаратом его уже обрабатывали. С ним, с Мэнни всё было хорошо. Ничем он не траванулся. То есть он нормально к этому препарату у нас. И здесь даже для крыс есть. Видите, хомяки, морские свинки и крысам. 0,25 с одно нажатие на 100 грамм массы животного. 100 грамм массы животного. Одно нажатие. Ай, блин, Мэнни, ты чё? Ты чё на меня прыгнул? Мэнни, ой, господи, что с тобой? Он прям на меня прыгнул, вы представляете? Ты чё на меня прыгнул? Морда. Он хотел понюхать этот барс. Ну на, чё хочешь понюхать? На, нюхай. На, на, нюхай барса, да. Ну ты какой-то прям нервный сегодня, я смотрю, Мэнни. Ты прям какой-то нервный сегодня. Он чё-то грызёт, грызёт. Ты чё такой, я не могу. Господи, Мэнни, что с тобой? Что с тобой сегодня? Ты какой-то... У нас крыса с ума сошла. Ой, блин. В общем, таким вот препаратом обрабатываем. А, да, Мэнни меня сбил, простите, 100 грамм. Одно нажатие. У Мэнни нет 500 грамм. То есть он у нас весит сейчас, он немножко спросил. Где-то 470, что ли, вот так вот там. Поэтому 5 нажатий я ему не стала делать. Мы ему сделали 4 нажатия. Уже его обработали. Как мы его обрабатывали, я заснять не смогла, потому что я его держала, а муж брызгал этим барсом. И поэтому не смогла я заснять вам, потому что, ну, третьих рук у нас нет, к сожалению. Поэтому всего процесса вы посмотреть не смогли. И ещё мы будем делать повторную обработку через 2 недели. И будем смотреть. Потому что, что ещё может быть, я не знаю. Паразиты, какие-нибудь чесоточные клещи подкожные. Это вполне может быть, потому что он же у нас на свободном выгуле. Он у нас гуляет, бегает здесь везде. И мало ли, может мы что с обувью, с одеждой, ну, не знаю, могли что-то и принести с улицы. Хотя в нашу-то погоду, блин, с минусом. Ну, не знаю. В общем, так вот мы решили поступить. И если это дело всё не пройдёт... Но это, видите, это только вот здесь. Это только вот это. Вот видите, вот я не знаю, как получится ли сфокусировать. Вот видите, там такое тёмное-тёмное пятнышко. Как будто бы. Это вот только вот здесь. Нигде больше залысин нет. Только вот здесь над глазиком. Вот, наверное, видно хорошо. Ребят, если кто с этим сталкивался, скажите, что это может быть. Вот видите, синее-синее такое. Вот Мэнни хорошо так лежит. Ну, я пытаюсь сфокусировать. Вот, там такое вот как бы залысинное и такая вот синяя как бы штучка. Ребят, кто с этим сталкивался, пожалуйста, ответьте. Потому что очень надо знать. И весной, если это всё дело не пройдёт, мы его повезём к ротологу. Потому что сейчас, в нашу погоду, я действительно очень боюсь этого делать. Ребят, я тут сейчас подумала. И кое-что надумала. А может ли это быть аллергическая реакция? Я его, возможно, перекормила варёной курочкой. Это тоже как вариант может быть такое. Я тебе покусаю, морда. Я тебе покусаю. На, кусай. Чё, укусишь меня? Нет? Всё, нефиг. Ешь, чё, кусить хотел? Ешь, чё, кусить хотел. Мамку кусать нельзя. В общем, у меня есть подозрение, что это может быть аллергическая реакция на курицу. Или, возможно, на белок в целом. Я же его белком-то подкармливаю. В общем, я ещё думаю, что мало того, что мы его сейчас будем обрабатывать, так я ему ещё исключу из рациона на неделю белок, чтобы посмотреть, пройдёт эта штука или нет. Вот так вот. Оставайтесь на канале, чтобы узнавать всё о Мэне, о здоровье его. Дети же моя крыса, любимая. Да, любимая, да люблю я тебя. Да, люблю я тебя, нервный мой. Нервный мой, я тебя всё равно люблю. Я тебя всё равно люблю. А кусь-кусь меня нельзя. Слышишь? Нельзя меня. Кусь-кусь нельзя. Меня можно только целовать. А кусь-кусь нельзя. Чего ты? Чего ты, моя мосечка? Он, наверное, на меня обижен То, что мы его обрабатывали Да, поэтому на меня обижены Не надо на меня ложиться Нет, не надо Вот так вот Какую лопочку, смотрите Какую лёпочку Всё Настя, и почему это вы меня погрызли? Он меня только сейчас погрыз Ну, не со зла он это сделал Я видела, что не со зла Если бы он хотел укусить, он бы укусил Вот так он меня только прикусил слегка Наверное, ему надоело то, что я его глажу Ладно, не буду тебя трогать Видите, он ещё у меня начал линять сильно Вы это смотрите Он здесь полежал и полинял Мэнни, что такое? Ну и, конечно же, метки, метки Куда без этого Вот такое вот у нас, да, часто бывает Метки в перемешку с волосами Да, Мэнни Ладно Будем смотреть, что будет дальше В общем, с вами был канал Домашние питомцы Пишите в комментариях Кто с этим сталкивался И всем пока А также не забывайте Поставить лайк этому видео Вот, видно Вот, видно очень хорошо Видите это Если среди вас ветеринары Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!